В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» к 175-летию Абая Кунанбаева для всенародного прочтения одной из книг 2020 года выбран роман-эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Роман «Путь Абая», рассказывающий о гениальном казахском просветителе и мыслителе Абая Кунанбаеве, стал вершиной творчества Мухтара Ауэзова. Образ Абая – один из сложнейших в казахской литературе. Великий поэт изображен в многосторонней связи с эпохой, с народом, со всеми слоями общества. И не случайно именно Евгению Сидоркину писатель предложил проиллюстрировать свою книгу. Еще в 60-х годах, прочтя впервые Абая, Евгений Сидоркин увидел в нем неисчерпаемые возможности для художника-графика. У него возникла потребность выразить свое отношение к казахской истории, творчеству и жизни великого поэта к лирическим, гражданским, философским раздумиям автора романа. В тесном сотрудничестве с Мухтаром Ауэзовым были намечены главные моменты будущих графических листов. Поиски образов были долгими. Художникам было сделано более сотни набросков и эскизов. Зарисовок личных предметов Абая и его семьи из Мемориального музея в Семипалатинске. Изучены исторические документы и иконография. Мухтар Амарханович внимательно следил за работой художника и поддерживал его. Евгений Сидоркин вспоминал, «Я стремился в своих иллюстрациях отобразить дух романа Ауэзова. Язык романа, его реалистичность потребовали от меня сугубо реалистического подхода к теме. Техника, выбранная мной, гравюра на линолеуме, наиболее соответствует способу полиграфического воспроизведения». Ваш Тесидоркин обращался к этому эпохальному произведению. Первые иллюстрации появились в 1960 году. Они последовательно сопровождали текст зрительного, создавая ситуации романа. Это была добротная, получившая признание работа. Спустя 10 лет Евгений Сидоркин возвращается к роману Ауэзова. Сохранив основные темы иллюстрации, художник воплощает их по-новому. В атмосферу романа и жизни дореволюционного Казахстана вводит уже суперобложка первой книги. Перед читателем проходит поток людей, заполняя всю поверхность листа. По мнению художника, в суперобложке должен быть заключен основной смысл книги. Она должна передавать ее дух, настроение, давать информацию в соответствующих ее содержанию образах. Эти люди – частица казахского народа исторической эпохи, о которой рассказывает писатель. За 10 лет художникам был накоплен огромный профессиональный опыт, переосмыслена книга-классика казахской литературы. И если первая серия иллюстраций была выполнена в технике линогравюры, то вторая – в более сложной технике автолитографии. Именно за эту серию и серию «Аксакалы» Евгений Сидоркин был удостоен государственной премии имени Чуканова-Лиханова. В настоящее время в Доме Мухтара Ауэзова открыт литературно-мемориальный музей его имени, в котором постоянной экспозицией является бессмертная графика Евгения Сидоркина. Продолжение следует...